Сегодня мы проведем интересную школу, она очень волнует многих. Каждый желает сегодня быть успешным в нашей компании, иметь, естественно, большие структуры, ну и весьма солидные чеки. Я думаю, что каждый хотел бы этого, и для того, чтобы пользоваться всеми благами, которые нам дает жизнь. Сегодня тема у нас будет, как правильно проводить презентации. Для того, чтобы реже получать ответы «нет», «может быть» или «нам нужно подумать», важно, конечно, помнить нам о некоторых правилах подготовки и проведения презентации. И каждый клиент, будь это частное лицо, либо это организация, в которую вы пошли, принимает решения в определенной последовательности. И на этапе проведения презентации перед клиентом существует несколько правил, которые нам позволят с вами не тратить много сил и эмоций. Сегодня я вам расскажу об этих правилах. Мы поговорим сегодня об этапах встречи-продаж. Ну, продаж, чтобы вы сразу понимали, здесь в этом слове заключено продажа себя, продажа компаний, продажа, возможно, продукции. То есть это очень емкое такое слово, поэтому не берите во внимание именно как бы как продажи продукции, в которой вы должны где-то бегать и именно конкретно ориентироваться на эти продажи. То есть вы понимаете, здесь идет такое емкое понятие. И вот эти важные моменты сегодня мы с вами рассмотрим. Из чего же состоит процесс успешных продаж? Ну, для начала, это первое, это начало встречи с клиентом. Ваша цель – установить доверительное отношение с клиентом. Второе – это сбор информации и выявление потребностей. То есть какова цель этого момента – это выяснить ситуацию в семье, на работе, финансовые возможности и другие. Клиент должен осознавать, что у него есть нерешенные вопросы и захотеть их решить. Следующий момент – это презентация решения. То есть какова здесь цель? Здесь цель – предложить клиенту вариант решения вопроса, который мы определили на этапе скрытия потребностей. Четвертое – работа с возражениями и завершение сделки. Здесь целью должно быть ответить на вопросы клиента и развеять сомнения клиента. Ну и пятое – взять рекомендации. Какова цель? Здесь нужно получить информацию, допустим, контактный телефон, фамилия, имя, отчество потенциальных клиентов. И каждый этап имеет свои особенности, задачи и методы. И каждый этап имеет свое начало и конец. И успех каждого этапа в какой-то мере определяет успех предыдущего. И на каждом этапе нет успехов и поражений. Есть только упущенные возможности. И соблюдая эти правила, ваши встречи будут с каждым разом все более профессиональными и эффективными. Давайте с вами более детально рассмотрим каждый из этих этапов. Начало встречи с клиентом нужно установить контакт. Простите, я немного не перелистала слайд. А вот здесь. Так, малость ошибочка вышла. Значит, установить контакт. Из чего складывается доверительное отношение при общении в реале? Давайте для начала нам что нужно сделать? Нам нужно сначала представиться. Допустим, добрый день, Сергей, я Наталья Иванова, я дистрибьютор компании «Инпоцирист» и так далее. Давайте рассмотрим несколько моментов доверительного отношения. Во-первых, это визуальное общение. При общении в реале мы видим человека. Мимика, жесты, взгляд, осанка. Эти элементы многое говорят о человеке в момент личного общения. И на основе этих элементов мы ускоряем наше общение с человеком, ну и складываем о нем мнение о человеке именно на этом моменте. Второй момент – это общение на темы, не связанные с бизнесом. Это обсуждая какие-то общие интересы, помимо бизнеса, личностное развитие, хобби или увлечение, мы находим в собеседнике что-то, что есть также и в нас самих. И автоматически начинаем лучше относиться к человеку, что также способствует созданию доверительных отношений. Задавайте вопросы, обязательно проявляйте искренний интерес. И цель ваша – разговорить с клиентом, больше узнать о нем и его интересах, знать, что дорого клиенту, что ему важно. Нельзя говорить с клиентом о политике, о религии, о спорте. Потому что использование вот этих вот всех тем приведет к отклонению от основной темы разговора и может превратиться ваша встреча в спор и привести к большой потере времени. Поэтому помните, что без установления контакта, без установления контакта переходить к следующему этапу встречи нельзя. Вот, по сути, основные моменты, на которые стоит обратить внимание при первой, самой сложной встрече с потенциальным клиентом или партнером. Теперь, после того, как мы проанализировали, из чего могут складываться доверительные отношения в реале, остается всего лишь понять, а можем ли мы эти два момента смоделировать для интернет-общения. И здесь я вижу определенные пути реализации, как мы можем этого добиться. Первый момент – это визуальное общение. Единственный способ реализовывать личное визуальное общение с каждым человеком в интернете – это использование видео. Тут два пункта. Первый – если позволяют технические возможности, всегда в скайпе используйте общение именно в видеоформате. Таким образом, вы можете видеть человека, его мимику, жесты, эмоции, реакцию на ваши вопросы и ответы. Согласитесь, это очень важно, и этого невозможно передать при общении с текстом или просто голосом. И второй пункт – это максимальное насыщение рассылок и блога видеоконтентов. Замените обычную серию письмам видеокурсом. Просто расскажите содержание тех же самых писем, но на камеру. Вы увидите, что отклик от вашей аудитории возрастет в разы. Если же говорить о выстраивании доверительных отношений внутри бизнес-команды, то тут мы уже перейдем ко второму моменту. То есть объединяющие общественные мероприятия. Здесь я вижу следующее решение для интернет-бизнеса. Такими объединяющими мероприятиями являются выездные семинары, конференции, тренинги, на которых в свободное от занятий время происходит неформальное общение между их участниками. Я сама не раз была участником подобных встреч, вы это знаете. И знаю по себе, что подобное общение серьезно укрепляет личные отношения со всеми участниками данных мероприятий. Я вам скажу, что у нас даже сложились такие доверительные отношения, что по приезде в Москву я совершенно спокойно могу остановиться у своего спонсора Ирины Мичарской. По приезде в Латвию я совершенно спокойно могу остановиться в доме у Натальи Штраухмана. То есть вот такие вот вещи, как доверительные отношения личностные, только на подобных мероприятиях складываются и, конечно, сближают нас всех. И ближайшее такое мероприятие, вы уже, наверное, в курсе, вы уже знаете, это мероприятие в городе Белгород-Местровский, которое организовывает наша Татьяна Рыцкая. Я вам сейчас скину ссылочку на сайт, вы можете там посмотреть. На командном сайте вы можете прочитать информацию более подробно об этом мероприятии, даже посмотреть рекламный ролик. Я, конечно, советую тем, кто проживает в Украине, ну, россиянам тоже было бы, конечно, здорово приехать. И к нам, кстати, едут не только Россия, уже Татьяна говорила, что есть заказы даже и из Европы кто-то хочет приехать. Ну, не знаю, специально ли на мероприятие, или просто в Украину едут и проездом. Но тем, кто проживает в Украине, я думаю, что самый лучший момент будет, конечно, познакомиться со всеми партнерами компании, пообщаться и приехать, конечно, на вот это мероприятие. Следующий этап встречи с человеком – это выявить потребности его. И главная задача вашей презентации заключается в том, чтобы дать понять потенциальному покупателю, что у него есть проблема и что он испытывает потребность в чем-то. Никогда не проводите презентации перед клиентом, потребности которого вы не выявили. Это бессмысленная трата своего времени и времени к клиентам. С таким же успехом вы можете делать это в глухом лесу, но там больше пользы – зверушек разуселите и воздухом подышите. Даже если клиент настаивает, сначала потребуйте проведения переговоров. В таком случае можно высылать вопросник. Этот вопросник помогает сориентироваться как клиенту, так и вам перед предстоящими переговорами. Ответы на эти вопросы помогают обеим сторонам экономить время. Это самый важный ресурс в любом бизнесе. Задайте несколько вопросов и выясните, что ищет кандидат, какие у него интересы, сколько времени он готов посвятить новому делу и сколько денег он хочет зарабатывать. И при этом внимательно слушайте его ответы. Из его ответов вы должны понять, что ищет человек, что его волнует, узнать, какие выгоды смогут заинтересовать кандидата для того, чтобы правильно представить дальнейший пункт нашей презентации. К сожалению, многие продавцы стремятся как можно быстрее решить задачу, концентрируясь на выгодах и характеристиках товаров, даже не убедившись в том, что потенциальный покупатель сам осознает проблему, которую он пытается решить. Если потенциальный покупатель не осознает проблему, ему будет казаться бессмысленным обсуждение ее решения. Когда вы обращаетесь к потенциальному покупателю, вы должны предполагать, что он не осознает наличие у него потребностей или проблемы. Давайте этот этап рассмотрим более подробно. Как же правильно выявлять потребности? Вот именно выявление потребностей – это очень важный этап в продажах, в продвижении вашей компании, в регистрациях. То есть это очень важно. Именно этот этап в большей степени влияет на то, примет ли клиент решение приобрести продукт, а возможно и стать вашим партнером. То есть зарегистрироваться. Для того, чтобы эффективно влиять на процесс принятия решения, нам необходимо скрыть потребности клиента. Цель этого этапа – выяснить ситуацию в семье. К примеру, кто основной кормилец у них, есть ли у них дети и так далее. Далее нужно выяснить ситуацию на работе, перспективность работы, стабильность заработка. Далее мы выясняем финансовые возможности. Далее основные цели и приоритеты человека. Для того, чтобы встреча проходила в форме диалога, нам нужно задавать вопросы. На данном этапе это основной инструмент продавца. Какая же классификация вопросов? Есть открытые вопросы. Я думаю, что тот, кто ходит на тренинги, кто учился на коуче, тот знает, что это такое. Открытые вопросы, закрытые вопросы. Тот, кто не знает, я вам сейчас скажу, что это такое. Открытые вопросы – это вопросы, на которые невозможно однозначно ответить «да» или «нет». Это «какова ваша цель?». Ваша цель – получить информацию, разговорить с клиентом. Открытые вопросы обычно начинаются со слов «кто», «что», «как», «где» и «сколько». Допустим, примеры какие. Что вы думаете, ну, о чем-то там. Как вы относитесь к тому-то, к тому-то. Какие средства для этого нужны. Каким образом можно это сделать. Ну, можно «почему», допустим, еще тоже вопрос задать «почему». Закрытые вопросы – это вопросы, на которые можно ответить однозначно. Либо «да», либо «нет». Здесь «какова цель?» Можно задавать и закрытые вопросы. Какова цель? Здесь нужно получить согласие или подтверждение. Например, у вас есть машина? Человек может сказать «да». Вам чем-нибудь помочь? «да». То есть он здесь именно отвечает вот такими односложными ответами «да», либо «нет». Есть еще альтернативные вопросы. Альтернативные эти вопросы предполагают два возможных варианта ответа, каждый из которых вас устраивает именно вас, то есть вас как консультанта. Для таких вопросов характерен обычно союз «или». Например, вам удобнее встретиться в понедельник или в среду. Далее идет активное слушание. Если вы умело задаете вопросы, но не умеете слышать ответы, то цена этого невелика. Умение слушать, давая знать другому человеку, что он услышан, не менее важный навык, чем умение задавать вопросы. Какова здесь цель? Здесь цель проявления интереса к тому, что говорит клиент. Почему важно задавать вопросы? Во-первых, чтобы контролировать и направлять процесс проведения встречи. Ну, второе, чтобы понять потребности и желания клиента. Третье, чтобы вовлечь клиента в разговор. 20% говорит консультант, 80% говорит клиент. Чтобы заранее выявить возможные возражения, это уже четвертый пункт. Вы должны объяснить, каким образом его выгоды и свойства удовлетворяют нужды клиента. Давайте рассмотрим техники ведения беседы. Очень важно для профессионального продавца осознанно подходить к этапам продаж. И тогда результат не заставит себя ждать. Какие существуют техники? Ну, кивание головой. Далее, обращение типа «Да, я понимаю». Ободрение к высказыванию. «Расскажите об этом, пожалуйста». Ну, улыбка, визуальный контакт. Смотреть нужно прямо на собеседника. Далее, применение подведения итогов и перефразирование, к примеру, услышанного. Если я правильно понял, это значит, что… Ну, давайте разберем подробнее. Когда, первое, когда вы киваете головой, то человек понимает, что его очень внимательно слушают. А это очень подкупает. Тем более, в наше время, когда все сложнее становится выговориться. Поэтому задавайте правильные вопросы и слушайте внимательно ответы. Второе. Обращение к человеку «Да, я понимаю» делает вас своим и очень близким к собеседнику. И он, как правило, расслабляется, что, соответственно, позволяет вам получить больше нужной информации и более лояльно настроить его на получение вашей информации. Третье. Когда вы ободряете собеседника к рассказу о себе или какой-либо ситуации, у вас есть шанс узнать о человеке то, что не знает о нем вообще никто, так как мало кому интересен в наше время еще кто-то, кроме себя любимого. Ну, четвертое. Про улыбку скажу просто. С улыбкой можно продать все, что угодно. Пятое. Всегда смотрите прямо на собеседника. Это говорит о вашей открытости и честности. И шансы получить утвердительный ответ на ваше предложение сильно возрастут. И шестое. Всегда применяйте подведение итогов или перефразирование услышанного. Например, если я правильно понял, то деньги вам нужны уже сейчас. А перспективы на работе особенно нет. Это значит, что вы готовы потратить два часа в день, чтобы стать свободнее и счастливее в скором времени. Ну, и так далее. Давайте рассмотрим с вами, как правильно презентовать решение всех проблем и вопросов, которые появились на этапе выявления потребностей. Для начала хочу напомнить, что встреча состоит из определенных этапов, о которых я говорила. Первый этап – это сбор информации. Второй – вскрытие потребностей. Третий – представление решения. Ну, возможности компании можно, там, возможности, компания, продукт. И четвертый этап – это закрытие сделки. Подписание в бизнес, покупка продукта. При отказе используем правило шести месяцев и берем рекомендации. Пятый – это отрабатываем вопросы и возражения. Так вот, на первых двух этапах мы распределяем время так. 20% вы спрашиваете, 80% кандидат отвечает. На следующих, третьих, четвертых, пятых этапах мы распределяем время. 80% вы говорите, и 20% говорит кандидат. И одним из важных, я бы даже сказала, определяющим этапом является то, как вы презентуете свое предложение. Итак, я предлагаю вам рассмотреть вариант встречи с человеком, потенциальным партнером на примере предложения о возможности нашей компании. Ну, вот давайте такой пример. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Как вас зовут? Николай. 30 лет, частный предприниматель. Николай, предлагаю сразу перейти на «ты», так будет проще. Как твой бизнес, как твоя работа? Нормально, все равно другого ничего нет, многие живут еще хуже. Она дает себе возможность позволить себе все то, что действительно хочешь. Нет, конечно, но на жизнь хватает. Это смотря, что ты подразумеваешь под словом «жизнь». У тебя много свободного времени, чтобы проводить с семьей, заниматься своим здоровьем, помогать людям, путешествовать, выглядеть хорошо, выделять время на хобби, встречаться с друзьями или с интересными людьми. Но, отвечает он, что, честно говоря, времени ни на что не хватает. Приходится выбирать между работой и семьей. Хорошо. Удовлетворяет ли тебя твоя работа или бизнес в плане личностного роста? Если на все вопросы ваш кандидат дает утвердительный ответ, предлагаем ему стать клиентом или клиентом со скидкой и берем рекомендации. Если есть что-то, что его не устраивает в его жизни, спрашиваем, интересно ли ему узнать детальную, правильную информацию о возможности, которая уже помогла миллионам людей не только в нашей стране, но и по всему миру обрести финансовую свободу и счастье. Если ему это интересно, подводим его к пониманию того, что мы живем в материальном мире. И счастье, по сути-то, сводится к двум вещам. Первое. Это определенному количеству денег, необходимого для осуществления любой нашей мечты, и наличие достаточного количества свободного времени, чтобы всем этим наслаждаться. Второе. Сколько тебе нужно денег для счастья? Много. Чем больше, тем лучше. Редко, когда человек может конкретно ответить на этот вопрос. Ведь много – это не ответ, так как нельзя купить что-то, нельзя попасть куда-то, нельзя стать кем-то, нельзя стать кем-нибудь. Нужно прежде всего четко определить свои цели. Поэтому давайте посчитаем. Дом или квартира тебе нужна? Что-то тебе нужно? Он говорит, конечно, нужно. Ну, давай посчитаем. Это, предположим, стоит 150 тысяч долларов. Машина, дом стоит 150 тысяч долларов или квартира. Машина стоит 50 тысяч долларов. Ну, хорошая, естественно. Машина, одежда, к примеру, 10 тысяч долларов. Еда – 10. Повседневные расходы на год – 10. Путешествия – 20. Другие хобби – 10. Итого получается 260 тысяч. Это цена твоей мечты? Так, он говорит, но это нереальная сумма. Мне никогда не заработать таких денег. Ну, тебе кажется, эта сумма нереальной, но в действительности, если поставить себе цель заработать эту сумму за 5 лет, а это очень реально, то получается 260 тысяч, к примеру, на 60 месяцев – это 4300 долларов в месяц. Знаешь ли ты, как заработать такую сумму за 5 лет? Выиграть в лотерею – очень маловероятно. Получить наследство – так же. Украсть – посадят. Заработать. Давай подсчитаем. 20 человек зарабатывает, ты зарабатываешь, к примеру, я буду говорить о гривнах, потому что я живу в Украине, и вот такие вот расчеты мы как бы делаем с людьми, показываем им. Значит, зарабатываешь ты, к примеру, 3000 гривен. А вы себе сами переводите, смотрите на вашу валюту, вот, так что 3000 гривен. А 260 тысяч, как мы посчитали, то, что тебе нужно в ближайшее время, умножаем на 8 гривен, это 1 доллар у нас равен, получаем 2080 тысяч гривен, да. Возьмем 3000 гривен его, умножаем на 12, это 12 месяцев в году, получается 36 тысяч, да, в году. Вот эта вот сумма, 260 тысяч, это в гривнах 2080, делим на 36, которые он зарабатывает в году, и получается, что он должен на вот эти деньги, на свою мечту, он должен работать 58 лет. На своей основной работе, где ему платят всего лишь 3000 гривен. То есть он должен не есть, не спать, не жить, спать, может быть, он и будет, чтобы осуществить свою мечту. Ну, его, спрашиваю конкретно его, сколько тебе сейчас лет? 30. А очень ли нужны тебе все это будет 88 лет? Потому что 30 плюс 58, на которое потравится, 88. Во-первых, он говорит, что я не доживу, а во-вторых, мне тогда уже мало, что из этих вещей будет интересно. Мне не нужен Мерседес 88 лет, он мне нужен, пока я еще молодой. Нет? Ну, тогда очень повезло, что ты сейчас сидишь здесь и можешь узнать о возможности получить все это за 5 лет. Тебе это интересно? Ну, очень интересно. Тогда слушай внимательно. Вот, скажи, пожалуйста, ты пользуешься шампунем? Я почему написала шампунем? Потому что у нас в компании скоро будет, в новых каталогах уже есть эти шампуни. Вот, да, конечно, пользуюсь. Дальше. А твои друзья, родственники, близкие? Ну, тоже. А твоя жена, знакомые женщины? Пользуются косметикой? Конечно, пользуются. А зубной пастой? Обязательно. А на поддержание здоровья себя и своей семьи ты тратишь деньги? Да. А сколько ты в среднем тратишь на эти вещи в месяц? 300 гривен? Да. Ну, вот посчитаем. Значит, 243 человека, это вот, умножаем на 300 гривен, получается 72 900 гривен. Или 9 112 долларов, или 273 375 рублей. Если 243 человека потратят месяц на эти повседневные товары по 300 гривен, то получается оборот. Вот такой вот, как вы видите. Наша компания в таком случае выплачивает по маркетингу 10% и более при правильном активном построении структуры в качестве обратной скидки, а это порядка 600-700 долларов в первый месяц работы. Если, конечно, человек сможет вот так сработать. И я вам скажу, что у нас рассказывали наши партнеры, причем Татьяна Рыцкая рассказывала на примере своей структуры, и в Питере, вот я была буквально недавно, там тоже лидер структуры рассказывала на своем опыте, какие деньги она заработала. И тот человек, и тот человек, и тот человек, то есть два человека. В первом случае у человека был оборот 81 тысяча баллов. Даже не достигнув еще ранга лидера, этот человек получил 12 тысяч рублей. Это в пересчете порядка 400 долларов, да? Далее в питерской структуре человек сделал оборот 341 тысяча, то есть он уже топ-лидер нашей компании, и получил он чек 44 тысячи рублей. Вот вы считаете, это почти полторы тысячи долларов. То есть здесь совершенно реально, что такое 341 тысяча и получить полторы тысячи уже на второй, на третий месяц, это вполне реально, а дальше все растет в геометрической прогрессии нашей деньги. Вот. Это факты, о которых я вам говорю. В общем, продолжаем дальше. Это порядка будет 600-700 долларов, да, вот этот вот оборот. И говорите человеку, обрати внимание, все, что тебе придется сделать, это рассказать об этой уникальной возможности трем людям. Понимаете? Я тут привела всего лишь три. Три человека. Но, как правило, не получается три, тут получается гораздо больше людей. Я даже вот вспоминаю свой только бизнес первую неделю в этой компании. За неделю я лично пригласила 30 человек. Понимаете? Поэтому три человека, это просто даже смешная цифра для каждого человека. И вполне реально вот эти деньги, о которых я говорю, заработать, пригласить всего лишь три человека. И так сделает каждый. И за это время компания тебе выплатит минимум 600 долларов. Трудно поверить, но это действительно так. А теперь подумай. Ты знаешь трех человек, которые пользуются шампунем, зубной пастой, тушью для ресниц, пользуются косметикой, покупают, к примеру, витамины или продукты для здоровья. Ты знаешь каких людей? Да, таких людей, конечно, сотни людей. Конечно, он говорит, что ведь это как минимум 99,9% людей, которые этим пользуются. Ну что ж, теперь у меня к тебе вопрос. Действительно ли ты хочешь осуществить все твои мечты еще в молодом возрасте и готов потратить на их достижения 2-4 года твоей жизни, делая системные действия с запланированным результатом? И это ничем не рискуя и без всяких обязательств с твоей стороны, а также без необходимости менять коренным образом твой образ жизни, а заниматься с этим параллельно с твоей настоящей деятельностью, уделяя всего 15-20 часов в неделю твоему новому бизнесу. И следующее, вы ему говорите, что я готов или готова ответить на любые твои вопросы. Или, возможно, ты с чем-то не согласен, или у тебя есть возражение. Давай обсудим, ведь в споре рождается истина. И помни, что ничего не нужно продавать, бегать по улице и приставать к прохожим. Достаточно просто правильно рассказать своим знакомым и близким об этой возможности и не предавать свою мечту. Не стесняйся спрашивать и возражать. Ведь мое искреннее намерение помочь тебе принять единственное правильное для тебя решение. Не говорю, что это будет просто. Тебе необходимо будет запастись терпением и настойчивостью, правильно определить твои цели и много учиться. Но в этом ты будешь не один. У нас большая, дружная, целеустремленная команда, всегда готовая прийти к тебе на помощь. Решение за тобой. Надеюсь, что вам поможет данный модуль в вашем деле, так как мне он помог создать структуру где-то ориентировочно 4-5 тысяч человек меньше, чем за год. У меня просто не хватило времени сегодня посмотреть, на какое количество сейчас людей. Вы совершенно спокойно можете это сделать тоже сами. Дальше, следующий этап у нас. Как правильно работать с возражениями. Давайте сейчас рассмотрим, мы сейчас с вами рассмотрим самую интересную тему из всех этапов продаж. Это возражения. Мне нравится эта тема, я люблю отвечать на возражения. Ну вот давайте начинаем. Необходимой частью любой встречи с клиентом, конечно, являются возражения. Люди так устроены. Люди не задают вопросы, если их это не интересует. Только в этом случае. А появление возражений – это положительный этап вашего разговора с человеком. Радуйтесь этому. Сразу необходимо ответить на два вопроса. Возражения – это хорошо или плохо? И как я должен относиться к возражениям? Давайте рассмотрим, как воспринимает возникновение возражений человек, делающий предложение бизнеса или продукта, и почему их выдвигает клиент, дистрибьютор. Мешает идти к цели продажи, требует дополнительных усилий, требует дополнительного времени. Клиент проявляет интерес, способ получения дополнительной информации. С моей помощью борется с сомнениями. Если посмотреть внимательно на то, что я сказала в первом и во втором случае, то необходимо ответить себе на один вопрос. Почему я должен отрицательно относиться к возражениям, если клиент таким образом проявляет интерес? Клиенту нужна дополнительная информация. Клиент с моей помощью борется с сомнениями. Это пример того, как можно менять отношение к возражениям и относиться к ним положительно. И так как возражения клиента необходимы, положительный этап в вашей встрече с клиентом, существует несколько правил. Для этого работа с возражениями. Первое. Приветствуйте их, выслушивайте внимательно. Второе. Изучите технику преодоления возражений. Об этом я буду говорить дальше. Знайте основные возражения и ответы на них. Какие же существуют причины возникновения возражений? Это первое. Плохо скрытая потребность. Второе. Нежелание клиента брать на себя ответственность. Третье. Недоверие к дистрибьютору, компании, да и вообще к индустрии в целом. Четвертое. Это страх расстаться с деньгами. Возражения делятся на две группы. Это внешние возражения, связанные с факторами, на которые клиент не имеет влияния. Например, если компания разорится, потеряет все, что создавал. А что будет, если будет какая-то революция, и все мои деньги пропадут? Ну, вот это просто даже смешно. Это эти возражения никак не влияют. Мы на них никак не влияем. Следующее. Внутренние есть возражения, связанные с тем, на что клиент имеет сам влияние. Это семья его, работа, ну и другое. Например, а что если меня не поддержит семья, знакомые и так далее? Для нас важны внутренние возражения клиента, связанные с теми моментами, на которые он может повлиять и наоборот. Если мы не отработаем внутренние возражения, тогда заключение договора или продажа продукции затянется по времени или вообще не состоится. На внешние возражения надо тоже уметь отвечать, однако нельзя на них долго задерживаться, так как клиент не может на эти события повлиять. Поэтому, ответив на эти возражения, переходим к ответам на истинные, то есть внутренние возражения. Главное научиться распознавать эти группы возражений. Давайте рассмотрим с вами сейчас тему возражений. Вернее, мы рассмотрели с вами эту тему возражений. Ведь возражения это не более чем процесс из этапов в процессе продажи, состоящих из установления контакта, выявления потребностей клиента и предложения выгод клиенту. Преодоление возражений. Вот сейчас мы эту тему рассмотрим. Причем, зачастую возникновение возражений – результат или неудачной актуализации потребностей, или неудачной презентации продукции, так же, как и возникновение негативных вопросов или запросов дополнительной информации. Возникновение же других негативных реакций, таких как хиптицизм, провокации и ложные возражения, связано в основном с неумением продавца устанавливать контакт с его неправильным самопозиционированием в отношении с клиентом. И, естественно, что эти проблемы легко устраняются путем более точной оценки и актуализации потребностей, умелого установления контакта и эффективной презентации. И для каждого из шагов существуют простые и действенные техники, и методы, и приемы, которым можно легко обучиться. Тем не менее, существуют техники не только для преодоления конкретных возражений, таких как «это слишком дорого» или «это слишком дешево», «пользуюсь продуктом конкурентной торговой марки», «предпочитаю национального производителя» или «банально нет денег». То есть возражений, в которых точно указана конкретная причина отказа. Но и для преодоления возражений неконкретных, таких как «не знаю», «нужно подумать», «зайдите позже», «я посоветуюсь» и так далее. То есть таких, в которых конкретная причина отказа не называется. Также существуют техники для преодоления таких негативных реакций, как незаинтересованность, скептицизм или недоверие, провокации и так далее. Отмечу, что вопрос «можно ли уменьшить или вообще не делать первоначальный взнос» компании, возражением не является. Кстати сказать, помимо всего прочего, эти вопросы могут быть рассмотрены как сигналы о потребностях клиентов и, соответственно, могут помочь адаптировать продукт к этим потребностям. И в результате чего он станет еще более конкурентоспособным. При этом нет ничего удивительного в том, что каждый продавец и переговорщик, каждая компания считает свои возражения уникальными и неповторимыми. Тем не менее, каждый продавец, имевший опыт продажи различных продуктов, с удивлением замечал, что возражения по этим продуктам хоть и различаются по форме, но по сути своей являются очень сходными. Видимо, именно на этой закономерности базируется расхожее утверждение о том, что если умеешь продавать, то совершенно безразлично, какой продукт продавать. Или продавать этот товар или услугу. Это не имеет уже значения. Конечно, возражение цена вашего товара или услуги слишком высока, допустим, при покупке продукта. Или, допустим, маржа на этот товар слишком низка, что уменьшает мой доход. При перепродаже продукта или в данном случае возможного коммерческого использования кредита такое тоже есть, встречается, конечно, во всех индустриях без исключения. Что касается преодоления этого возражения, например, можно преодолеть возражение методом компенсации, который звучит приблизительно так. Действительно, цена на некоторые позиции высока, но у нас есть и бюджетная линия, которая доступна абсолютно всем. Или методом преобразования вопрос, который звучит приблизительно так. Правильно ли я понимаю, что вы спрашиваете, почему именно вам выгодно приобретать эксклюзивную линию продукции, которая на первый взгляд кажется несколько высокой? Далее, естественно, следует ответ на этот свой вопрос в виде краткой презентации выгодно. Почему это выгодно? Например, если без запатентованная продукция нашей компании позиционируется как продукция элит-класса или эксклюзивная линия с высокой степенью эффективности, то наиболее подходящим ответом на возражение, которое в данном случае и возражением-то не является, будет приблизительно такое. Да, это действительно дорогой, высокоэффективный продукт, которому аналога нет. В этом случае, если вы позиционируете продукцию, которая рассчитана на средний класс, то есть эконом-бюджет, то наиболее приемлемым ответом будет приблизительно следующий. Эта продукция аналогична продукции эксклюзивной линии, но с меньшей концентрацией действующего вещества. То есть, это я имею в виду жидкие эффективные фракции, да, вы будете говорить вот так вот, аналогично продукции. Также есть разница между ответом на возражение человека с высоким уровнем достатка и средним уровнем достатка. Однако в любом случае следует помнить, что продать можно только то, что человек сам готов купить. И упаси вас, Бог, пытаться продавать продукт, товар или услугу, не выяснив и не поняв предварительно, чего именно хочет ваш клиент и что он готов купить. Ведь продаются вовсе не продукты, продается удовлетворение потребности. И делать предложение, описывать продукт или услугу можно только после того, как клиент ее уже купил в своих мыслях. То есть осознал потребность и предположил способ ее удовлетворения, так похожий на ваш продукт. Тогда вероятность возражений сводится к минимуму. Ведь никто не станет возражать против осуществления собственной мечты. Более того, возражения в таком случае могут быть сигналами заинтересованности. Ведь своим возражением клиент просит вашей помощи в получении того, что он хотел бы получить, но не может из-за какой-то, ну зачастую незначительной, если, конечно, вы продаете своему целевому потребителю, а они ошиблись адресом проблемы. И тогда у вас появляется возможность еще больше услужить клиенту и заслужить благодарность, преодолев возражения. То есть решив эту проблему и приблизив клиента еще на шаг к заветной цели. У хорошего продавца клиент продает себе сам. А продавец, как добрый и квалифицированный помощник, только направляет мысли клиента в нужную родину. В сторону еще лучшего удовлетворения индивидуальных потребностей человека. Как нам нужно, как взять рекомендации? Кажется, что очень простой вопрос, но, к сожалению, в сетевом бизнесе к этому моменту относятся, мягко сказать, наплевательности. Практически на него нигде не обращают пристального внимания. И наступает момент, когда список знакомых заканчивается, а остаточного дохода в виде приличной суммы еще нет. И в этот момент дистрибьютор вспоминает, как-то ему спонсор говорил, что после каждой встречи надо обязательно брать рекомендации. Лучше позже, чем никогда. Поэтому давайте сейчас остановимся на технике, как это можно и нужно делать. Как взять рекомендации. Работа в МЛМ подразумевает, особенно на первом этапе, большое количество встреч. Проведение встречи – это эффективная методика, что может быть лучше. Вы ведь это уже все умеете. Сегодня мы остановимся на самом завершающем моменте проведения встречи. Независимо от того, как закончилась встреча, вы должны у вашего собеседника попросить рекомендацию. Вы поняли, да? Согласен он или нет, все равно попросите рекомендацию. Здесь могут быть два варианта. Вариант первый. Клиент подписал соглашение о сотрудничестве, то есть зарегистрировался у нас в компании. Вы у него спрашиваете рекомендации. Если он вам их дает, то он работать не собирается. Если он рекомендации не дает, то планирует работать сразу или, допустим, через какое-то время. То есть попросив рекомендации, вы сразу определяете, кто перед вами – клиент или будущий сотрудник. Вариант второй. Клиент сказал, что его пока не интересует ни бизнес, ни продукт. В этом случае вы обязательно должны попросить рекомендации. Если он вам их не дал, то, возможно, еще думает о вашем предложении. Возьмите себе этот факт на заметку и поддерживайте с этим человеком контакт. Если он вам дал рекомендации, воспользуйтесь ими и обязательно перезвоните ему после встречи с его людьми. Расскажите, как людям понравился продукт. Возможно, через некоторое время он захочет его попробовать. У кого не надо брать рекомендации, так это у тех людей, которые настроены негативно. Так как вы однозначно потеряете время. Да еще получите при даче плохое настроение. Итак, вы закончили встречу. У вас с клиентом завязались хорошие отношения. Почему не задать вашему клиенту вопрос? Есть ли у вас знакомые, которые хотят иметь дополнительный доход, выглядеть на несколько лет моложе, путешествовать 2-3 раза в год, зарабатывать больше, чем они получают на основной работе, сменить работу, иметь новую машину, купить дом, иметь много свободного времени? Есть ли у вас знакомые студенты, которые хотят подрабатывать? Домохозяйки на неполную занятость? Иногородние, которые не смогли найти работу? Кто потерял работу и не может устроиться? Выпускники школ, институтов? Кто любит общаться с людьми? Кто сидит с ребенком? Кто хочет организовать свое дело? Вы помогли очертить вашему собеседнику круг его знакомых. И он с легкостью дал вам несколько рекомендаций. Обязательно запишите номер телефона, адрес, всю информацию о потенциальном клиенте, его привычке, профессию, кем работает, семейное положение и так далее. Попросите своего собеседника сразу же позвонить своим знакомым для назначения встречи. Если он отказал, то спросите, можно ли при назначении встречи ссылаться на него. Как назначить встречу по телефону, по рекомендации? Вы, допустим, звоните ему. Здравствуйте, Иван Иванович. Это Людмила из компании НТ-3. Я буквально несколько минут назад разговаривала с Николаем, и он посоветовал мне позвонить вам, чтобы договориться о встрече. Я хотела бы узнать, устроит ли вас следующая встреча в среду в 16 часов. Таким образом, даже если ваш список за счет рекомендации будет пополняться ежедневно на 2-3 человека, то за месяц, это дополнительно в вашем списке, будет уже 60-90 человек. Представляете? Используйте эти рекомендации, и ваш бизнес будет быстро развиваться. А чек увеличивается в размере. Желаю вам всем успеха. Сегодня вот такая вот короткая школа, я уложила 50 минут. Надеюсь на то, что продолжение будет еще. Мы будем еще на эту тему говорить. Вот сегодня так. Спасибо всем огромное. Я желаю вам больших структур, желаю уметь научиться презентовать, если вы еще не умеете. Но я думаю, что с каждым разом вы будете профессионалы в своем деле, и сможете привлекать как можно больше клиентов. Вы посмотрели, я расписала буквально по 3 человека, приглашая, какие деньги можно зарабатывать. И подтвердят некоторые люди, некоторые наши партнеры о том, что можно зарабатывать, если приглашая правильно, правильно строя бизнес, то есть только в первый уровень. Мы можем зарабатывать даже на начальном этапе большие деньги. Так что всем спасибо вам большое. Была очень рада. Меня зовут Людмила Орехова. Всем здоровья, счастья и успехов. Всего доброго.